Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать про свои недавние покупки. Покупки, в принципе, были все удачные, поэтому каких-то плохих товаров я вам показывать не буду. Хотя нет, один все-таки есть плохой, но о нем я расскажу отдельно. Давайте начнем с декоративной косметики, я постараюсь не затягивать это видео. Первое, что я хотела вам показать, это вот такой вот набор пудр. Это компания Hourglass, очень дорогая компания, и долго я не решалась купить себе эти пудры, но все-таки вот решилась, когда вышла вот эта лимитная палетка. Значит, что они из себя представляют? Первое, что они как бы заявлены делать, это имитировать разный вид света. Например, там как бы освещение при свечах, освещение там преломленный свет, там дневной свет, такой, такой, такой. В общем-то, и каждая пудра у них называется, например, у меня вот это, это Dign Light, посередине Incandescent Light, и в самой крайней, с правой стороны, это Radiant Light. И что я, собственно, могу сказать про эти пудры? Все абсолютно мне очень понравились, и каждую я использую по своему назначению. Например, вот эта, которая называется Dign Light, она не матовая, она скорее такая немножко шелковая, такой шелковый эффект создает, и когда я ее наношу, у меня такое впечатление, что я вот просто, она не набирается на кисть, я голой кисточкой по лицу вожу, но при этом у меня лицо немножко преображается, и становится, вот она действительно как такую вот шелковую пленку добавляет. Она не матирует, она создает именно вот такой вот эффект свечения, и сейчас она у меня, кстати, на Т-зоне, именно вот эта пудра, я не знаю, насколько камера будет хорошо это передавать, но она создает именно вот такой вот богатый такой эффект, очень красивый, ее абсолютно не видно, она настолько микроскопическая, что ее вот вообще никак не видно, даже такое впечатление здесь у нас создается, что она даже не набирается на кисть. Вот эта средняя пудра, это Incandescent Light, это просто типичный хайлайтер, у меня сейчас нанесен он на вот эту зону, и вот просто хороший, дорогой хайлайтер, опять-таки никаких блесток, просто красивое свечение, переливание, и оттенок у него такой немножко как вот оттенок шампанского, наверное, вот такой вот. И последний оттенок это Radiant Light. Radiant Light мне, честно говоря, понравился меньше всего, потому что они очень похожи по свойствам с Dim Light, то есть вот эти два оттенка очень похожи, вернее не оттенка, а две вот этих пудры, они между, по своим характеристикам, они между собой очень похожи, но вот этот дает немножко такой рыжеватенький оттенок, и я так полагаю, что, наверное, вот этот вот оттеночек будет отлично смотреться на более загорелых девушках, либо на девушках, у кого тон кожи темнее, чем у меня. Поэтому этот продукт, именно эту пудру я не очень часто использую, в основном я ее добавляю на щеки для того, чтобы немножко как-то преобразить свой бронзер, но в то же время, если бы здесь не было этой пудры, я бы нисколько не расстроилась, потому что особо как-то какого-то назначения ей очень хорошего я найти не могу. Но вот эти две пудры потрясающие, опять-таки, Dim Light очень хорошо стирает поры на моем лице, и особенно, когда я наношу на нос, сразу выравнивается текстура, и какое-то создается свечение. Ну, опять-таки, очень-очень я довольна, дорогущая просто пудра. Одна такая пудра, один такой квадратик в полном размере, по-моему, стоит 55 долларов, вся вот эта вот палетка стоит в Сифоре 65 долларов, плюс налог, плюс доставка, в общем-то, вы сами понимаете, что очень-очень дорого это все стоит, но я нисколько не жалею, буду пользоваться, потому что я не могла найти какую-то вот идеальную пудру для себя. У меня лицо нежирное, поэтому я не припудриваю макияж, мне нет нужды в том, чтобы поправлять макияж на протяжении дня. Мне хотелось что-то такое, что действительно абсолютно не видно на лице, и что будет немножко мое лицо преображать, какую-то, может, яркость добавить лицу, какую-то свежесть, какую-то энергию такую добавит в мое лицо, и вот эта пудра отлично с этим справляется, я очень-очень-очень довольна. Дальше, что еще хочу вам показать. Купила тоже две базы под тени, я вам уже показывала свою базу от Sigma, я ей пользуюсь уже очень долго, она мне не нравится, это что-то из оперы мышки, плакали, кололись, но продолжали жрать кактус, вот так и я с той базой. Она мне не нравилась, она на мне скатывается, но в то же время ничего другого нет, и как-то жалко выкинуть. В итоге купила я целых две базы новых, одну, давайте начну, наверное, с мак. Купила я мак Pro Longwear Paint Pot, они сейчас уже не просто Paint Pot, они уже Pro Longwear называются, то есть они какие-то уже более стойкие, видимо. Оттенок я взяла Soft Ochre. Это оттенок желтый, и вот когда я смотрю на эту базу, мне кажется, что это просто вот консилер какой-то, потому что оттенок очень похож на оттенок консилера, она матовая, и эту базу я покупала с намерением использовать ее под какие-то матовые макияжи. Если я делаю какой-то матовый макияж, я наношу эту базу, я выравниваю полностью оттенок века, он отлично скрывает любые там какие-то венки, любые какие-то капиллярчики, какой-то неровности тона, вот просто как консилер работает на ваших глазах, и тени на нем держатся очень хорошо, претензий у меня к ним нет. И под какие-то шиммерные или сатиновые тени я взяла другую базу, я взяла вот такую вот базу, это Maybelline Color Tattoo, оттенок, кстати, оттенка этого в Украине нет, не знаю, может в России есть, но в Украине такого нет, называется оттенок 55 Inked in Pink, это розовый такой оттеночек, когда я наношу его на века, розовый этот не выглядит вот таким вот ярким, как вот сейчас он выглядит на камере, скорее всего, это просто такой вот как влажный эффект создается на веке, и немножко-немножко с таким совсем деликатным оттенком розовинки, и отлично просто это, эти тени работают как база под какие-то шиммерные тени, я покупала именно этот оттенок с мыслями про мою палетку Wet n' Wild Sweetest Candy, вы знаете, что я очень люблю там розовые тени в этой палетке, и я взяла вот эту розовую такую базу именно под те тени, как бы в мыслях про те тени, и действительно сочетаются они просто феноменально, эта база, на эту базу тени ложатся очень плотно и очень дорого выглядят, вот действительно настолько дорого, насколько может выглядеть, например, тот же Urban Decay без базы и не с базой той же, поэтому очень я довольна, покупала я все это, что я показываю сейчас, я это все покупала в Америке, напрямую в американских магазинах, я вам, кстати, скоро расскажу, как там можно будет легко приобретать всю продукцию, и что еще? Еще тоже из американских покупок, значит, вот такой вот корректор, это от Pixi Correction Concentrate, концентрированный корректор персикового, такого розового персикового оттенка, давно я уже хотела его приобрести, у меня есть корректор тоже от Pixi в форме такой ручки, он неплохой, но он такой, к нему надо приноровиться, но я в последнее время заметила, что мне нужно именно что-то корректирующее, потому что у меня никогда не было синяков под глазами, а в последнее время они появились, у меня всегда была проблема только с мешками под глазами, но сейчас, к сожалению, еще появились темные круги, я замечаю, что мне вот на этом глазу, даже под этим глазом, венки какие-то начали проступать, и, в общем-то, я решила, что пора, в общем-то, мне чем-то таким обзавестись. Корректором этим я очень довольна, он хорошо скрывает, он действительно корректирующий, он очень сильно освежает лицо, вот очень сильно, вот сейчас он у меня тоже под глазами, и единственное, что я думала, он, конечно, будет немножко более таким кремовым, потому что сама текстура очень твердая, то есть я вот так вот, когда палец туда засовываю, очень твердый этот консилер, поэтому я его наношу даже кистью, потому что пальцем это как-то даже неудобно наносить, и я потом тоже сделаю, думаю, видео о том, как красиво скрыть синяки под глазами с помощью вот такого корректора, потому что, ну, это одно из лучших, что я пробовала вообще для, именно для этих целей. Так, дальше хочу вам тоже показать, что я купила еще. Если вы смотрели мое видео, оно было довольно давно, про мои покупки, наверное, я там рассказывала про пудру вот такую вот от KIKO, эта пудра называется Soft Focus Foundation, и я тогда ее разгромила в пух и прах, сказала, что она мне очень сильно не нравится, и угадайте, что я сделаю. Я купила еще одну такую пудру. Теперь я расскажу полную историю. Мне тогда эта пудра не понравилась, потому что кожа моя была в очень плохом состоянии. У меня лицо было покрыто порщами, где-то местами было сухо, где-то местами было жирно, где-то местами там какие-то порщи, где-то какие-то пятна от порщей. В общем-то, и эта пудра, она вот действительно Soft Focus, она создает такой эффект сияющей кожи. Кстати, недавно она была у меня на лице в видео моем... Какое же это было видео? Я не помню, как точно, какие это были видео, но я сейчас ставлю здесь картинку, чтобы вы видели. Тогда она у меня была нанесена на лицо, и я столько комплиментов получила. Я никогда в жизни столько не получала комплиментов насчет того, как выглядит моя кожа. И вот на мне была только эта пудра, все, больше ничего. Ну, там может какой-то консилер где-то местами, где он мне был нужен. Поэтому в заключение могу сказать, что если у вас кожа в хорошем состоянии, то эта пудра для вас, потому что она настолько как-то сделает ваше лицо сияющим и красивым, что вот она действительно преображает. Но если у вас есть какие-то недостатки на лице, в частности прыщи, то, конечно, эта пудра не для вас, потому что она их подчеркнет, вы будете блестеть. Все бугорки от прыщиков, все пигментные пятна, все это будет на первом плане, потому что эта пудра будет их подчеркивать. Почему я купила еще одну? У меня изначально была пудра в третьем оттенке, вот она здесь. Она сейчас для меня темноватая, я взяла второй оттенок, вот это второй оттеночек. А второй оттенок мне подходит идеально. Эти пудры я использую каждый день для просто своего какого-то ежедневного макияжа. Это замечательно просто. Имеет отличную тоже покрывающую способность, скрывает хорошо, вот второй оттенок в частности, очень хорошо скрывает красноту. То есть даже если у меня какой-то прыщик где-то выскочит, то я просто прохожусь пудрой и зачастую после этого даже консилер не наношу, потому что пудра справляется с этим замечательно. Если хотите, сообщите мне, я сделаю мой ежедневный макияж, покажу, как я сейчас крашусь, используя в основном все эти продукты, которые я вам показывала, в частности эту пудру, и вы сможете посмотреть, как оно все выглядит на лице. Дальше тоже, что касается декоративной косметики, купила тени L'Oreal Infoible, Infoible они, по-моему, называются. Долго я к ним шла, и как-то наконец-то вот пришла. Оттенок я взяла второй, Hourglass Beige, он называется. Это бежевый такой пигмент прессованный, выглядит он вот так вот, то есть оттенок такой, вот оттенок шампанского, я бы сказала. Я к таким цветам в последнее время почему-то тянусь, они мне как-то нравятся. Что могу сказать? Кстати, этот пигмент не очень мне понравился. Он мне не понравился, наверное, потому, что, во-первых, его очень трудно наносить. Он настолько сильно спрессован в этой баночке, что кисть его не набирает. Лучше всего он наносится пальцем, вот именно вот я пальцем залажу, потом пальцем крашу векой, и тогда как бы нормально, он тогда нормально отдает цвет. Так, чтобы цвет этот мне сильно понравился, то тоже нет как-то, я думала, что он будет так освежать, это будет такой очень какой-то классный оттенок. Но лично для меня почему-то он так не сработал. Не знаю почему, вообще, в принципе, мне такие оттенки зачастую нравятся. Но этот именно какой-то, ну вот не создает он того эффекта, который мне нравится. Наверное, нет в нем такой деликатности, потому что, когда я наношу его пальцем, он создает очень такой насыщенный эффект фольги, наверное, как-то вот так. Поэтому я пользуюсь им, конечно, но как бы далеко не фаворит. Еще купила я вот такую вот тушь. Тушь это от Max Factor, называется она Clum DeFi. Max Factor производит та же компания, которая производит туши CoverGirl, и, в общем-то, они всегда выпускают, скажем так, копии, да, то есть они называются по-разному, но, в принципе, как бы считается, что это как бы одно и то же. Я решила попробовать. False Lash Effect это как бы то же самое, что и Lash Blast Volume в CoverGirl, а вот это Clum DeFi это то же самое, что в CoverGirl Clum Crusher. Что я могу сказать? Кисточки действительно идентичные, выглядят они идентично, все полностью похоже, но, 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 все-таки разница в формулировке туши есть, это 100% есть, и все-таки я продолжаю придерживаться мнения, что туши CoverGirl намного лучше, чем туши Max Factor. Эта тушь, в принципе, неплохая, я не могу ее назвать какой-то плохой, не могу как-то ее сильно обругать. Изначально, когда я только начала ей пользоваться, она мне, кстати, нравилась больше. Когда она немножко подсохла, вот, кстати, кисточка у нее вот такая вот, немножко дугообразная, когда я немножко ей попользовалась, она подсохла, она перестала вообще создавать какой-то красивый именно эффект на ресницах, она стала их просто красить, вот из моих трех ресниц делать три накрашенные ресницы, и все как бы, поэтому я все-таки фанат, наверное, на CoverGirl, буду заказывать их, и буду дальше ими пользоваться. Так, последние две вещи, которые я купила, первая это, кстати, я покупала их одновременно, потому что покупала их в Ели, и там было, купи один товар этой марки, и второй получишь за 50% цены. Купила вот такие вот два продукта, сначала я пошла туда за карандашом для бровей. Вы, если смотрели мое прошлое видео с вот этим макияжем, то видели, насколько уже маленький у меня карандаш от Rimmel для бровей, я купила ему замену. Это карандаш, замечательный карандаш, подходит для моих рыжих волос, сейчас он у меня на бровях, вы можете посмотреть, какой он эффект создает. Он такой немножко с рожинкой, но мне это как раз замечательно сейчас подходит. И так как мне нужно было взять второй продукт, я взяла вот такую вот помаду от Rimmel, это помада из серии Lasting Finish, оттенок Every Fairy, 70-й оттенок, очень легендарный оттенок помады, многие блогеры зарубежно-американские очень сильно хвалят именно этот оттенок, в частности, по-моему, это самый любимый оттенок Dulce Candy, поэтому я вспомнила про эту помаду, я случайно ее взяла, посмотрела, что мне попался именно этот оттенок, решила, что это судьба. Мне эта помада не сильно понравилась, она немножко суховатая, я все-таки на зиму люблю такие жирненькие, такие вот прям как маслицы помады, это немножко более такая суховатая, оттенок действительно красивый, и что мне еще не понравилось, она почему-то вызывает какую-то горечь во рту у меня, не очень, конечно, мне это все понравилось, но в то же время, может, когда-нибудь там, я ее кинула в сумку, иногда как бы подкрашиваю ей губы. Так, теперь переходим, наверное, к уходу. Первое, что я хочу вам показать, это не совсем уход, это мицеллярная вода от Liren, польская фирма, мицеллярная жидкость 3 в 1. Я хотела купить, честно говоря, мицеллярку от L'Oreal, но ее не было в том супермаркете, в котором я была, а мне нужно было срочно что-то купить, потому что у меня был очень насыщенный макияж, а я знала, что дома у меня ничего нет, для того, чтобы его смыть. Взяла Liren для того, чтобы попробовать, и жутко разочаровалась. Ужасная просто, ужасная, ужасная, ужасная мицеллярная вода. Она не растворяет макияж, я наливаю ее уже очень-очень много, наливаю на латный диск, прикладываю, сижу, так массирую глаза, там долго-долго-долго, потом я, когда убираюсь глаз, у меня все черное здесь вокруг, и она как-то въедается в мою кожу, и потом просто надо вот так вот с усилием тереть, чтобы это все вытереть. В общем-то, страх, страх и ужас, я сейчас пытаюсь ее допользовать, вот где-то половина у меня осталась, даже чуть, наверное, больше, чем половина, но никому не советую, я больше никогда в жизни ее не куплю. Так, что еще купила? Купила я целую новую линейку уходовую от Michael Todd, вот она здесь у меня вся, значит, умывалка, та же самая, которая у меня была, кстати, я ее еще не открывала, буквально вчера у меня закончилась моя такая же, это Cleansing Tone, и сегодня вот я ее понесу в ванну, буду уже ей пользоваться, также еще тоже не открывала скраб Tropical Fruit, потому что есть еще у меня предыдущий мой скраб, точно такой же, и то, что еще не открывала, тоже маску Pumpkin, потому что тоже, опять-таки, есть предыдущая моя. Из того, чем я попользовалась, это, конечно же, ночная сыворотка Antiox Serum, отличная сыворотка, я буду покупать ее и покупать, и покупать, и покупать, и покупать, потому что она привела мою кожу в порядок. Я какое-то время ей не пользовалась, она у меня закончилась, и я немного потянула резину, чтобы заказать новые эти крема, и за то время, пока я не пользовалась, это около месяца, кожа моя опять начала портиться, и вот только сейчас она опять вот постепенно приходит в это хорошее состояние. Еще пока она, опять-таки, не в идеальном состоянии, в таком, в котором она была, когда я долго уже пользовалась с этой сывороткой, но она уже туда близится, скажем так, уже скоро, и меня это безумно радует. И последнее, что тоже заказала от Michael Todd, у меня не было этого продукта ранее, это Intensive Organic Cream Eye Treatment, то есть это крем под глаза. Он очень такой интересный, то есть у него вот такой вот аппликатор, сюда как бы вы выдавливаете немножко крема, а потом нужно вот так вот, такими движениями проходиться и выносить его по орбитальной кости. У меня были, опять-таки, очень большие надежды по поводу этого крема, потому что все, что я пробовала от Michael Todd, мне безумно просто нравилось, и вот все то же самое, что у меня было, я все перезаказала. Но так как у меня не было какого-то хорошего крема под глаза, я решила, что Michael Todd, в общем-то, справится с моими проблемами, но, к сожалению, этого не произошло, мне крем не очень подошел. Он, конечно, хорошо увлажняет зону под глазами, но, к сожалению, не справляется ни с моими мешками под глазами, ни с темными кругами. Поэтому вместо него я решила приобрести, опять-таки, свой самый давний фаворит, это вот такой вот крем от Origins, который называется Jinzin. Очень-очень давно, где-то, наверное, года два назад я его уже покупала, им пользовалась, и это единственный крем, который полностью меня избавил от мешков под глазами. Кремом сейчас я этим пользуюсь недолго, где-то, может, с недельку, может, полторы недельки. Пока эффекта я сильно большого не замечаю. Надеюсь, что он также мне поможет, как и в прошлый раз, но пока, в принципе, ничего сказать не могу. Работает он так же приблизительно, как и Майкл Тодд, хорошо увлажняет, но больше, как бы, ничего пока не делает. Надеюсь, конечно, что сделает. Вот. Это были все мои покупки за последнее время. Еще у меня есть одна покупка, там, целый большой набор, но я его хочу показать отдельно, хочу сделать на него отдельное видео. В общем-то, если у вас остались какие-то вопросы, конечно же, задавайте мне. И в качестве giveaway я сегодня хочу разыграть вот такие вот румяна. Это румяна от Эльф, и оттенок у них Mellow Mow. Очень красивый румян, это мой любимый оттенок вообще румян. Такие вот они, немного сливого, какие-то такие персиковые что ли, но очень-очень красивый оттенок. Отлично он подходит на зиму, поэтому, если вам интересно, как выиграть эти румяна, все правила, конечно же, внизу. Удачи вам, участвуйте, и я надеюсь, что увижу вас в следующем своем видео. Пока!